Всем привет! Это Ирина Воскресенская. Сегодня будем готовить картошку, запеченную с грудкой, с курочкой. Нам понадобится сама картошка. Картошка у меня уже молодая. Репчатый лук у меня плавает. Куриная грудка. Помидорчики. Хорошие помидорчики, вот такие летние уже. Нам понадобится зелень. Зелень может быть любая. У меня зеленый лук сегодня. Для заправки нам в поливке такой очень вкусный понадобится сметана. Лучше городецкая. Я шучу, нижекородцем говорю, конечно. Сыр, яйцо. Немного сбрызнем форму. Форма, кстати, в фикс-прайсе замечательная. Берем курицу и нарезаем ее такими не очень мелкими, не очень крупными кусочками. Вот так вот где-нибудь. Порезали. Теперь посолим. Добавим перец. Я решила немножко добавить кукумы и сушеного чесночка немножечко. И у меня здесь орегано. Сейчас это хорошо надо перемешать и отставить, чтобы курица пропиталась и специями, и просолилась немножко уже. Вот так вот перемешиваем и оставляем в сторону. Следующее, что мы будем делать, это резать картофель. Такими пластиночками буду я резать. И постарайтесь сделать картофель тоненько. Ну, вот так все нарезаем. Порезала картофель. Порезала лук. У меня полторы ушло, вот еще половинка осталась. Ну, смотрю, что уже хватит лука. Лук я порезала достаточно крупно. Мне так хочется. Но, конечно, кто не любит, чтобы попадался лук, есть такие. Можно порезать мельче. Даже очень мелко. Отправляем картофель. Берем соль, тоже солим это. Перчим. И это надо перемешать все. Вот так вот. Перемешали. Добавляем курицу. И тоже перемешиваем. Вот так вот. Все перемешали. И это мы отставим, чтобы у нас это все просаливалось. Немножечко так вот все там, вкусы перемешались. А сами будем делать заправку и нарежем томаты. Ну, вот сказал я про томаты, а сама вспомнила, что у нас еще не порезан лук зеленый. И его приготовим. Лук порезали. И теперь займемся томатами. Томаты надо порезать аккуратно, кружочками. Они у нас пойдут сверху. Будут служить у нас и украшением, и еще давать сочность нашей запеканки. Чтобы она не была сухой. Томаты порезали. Сейчас я их уберу. И нам нужно натереть на крупной терке сыр. Сыр потерли. Теперь готовим заливку. Добавляем сметану. Добавляем в сметану яйцо. Перемешиваем. Так, перемешали. Венчик сейчас я уберу. Так. И сюда мы добавим часть сыра. Другую часть мы оставим покроем сверху. Перемешиваем. Все у нас вроде все. Смазываем ее растительным маслом. Можно просто смазать. Так, берем картофель с курицей. Распределяем. Распределяем. Теперь берем томаты и сверху выкладываем томаты. зелень. зелень. и берем заливку и сверху сейчас распределим. с помощью лопаточки так постараемся по всей запеканке распределить. сахар часть сыра мы оставили. Он у нас пойдет сверху, но немного попозже. Духовку разогреваем разогреваем до 190 градусов. Духовку разогреваем до 190 градусов. Берем лист фольги. закрываем и отправляем в духовку на 30 минут. Через 30 минут мы фольгу снимем, посыпем сыром и будем запекать уже еще минут 20-30 минут до румяной корочки. В общем, где-то 50-60 минут в зависимости от духовки. Вот так поставили на 30 минут и потом снимем фольгу. Прошло 30 минут. Я сняла фольгу и посыпала сыром. Отправляем еще на 30 минут. И вот такая нарядная аппетитная запеканка у нас получилась. Картошка мягкая, очень такая приятная корочка из сыра. Все хорошо пропекается за час. Очень сытное и простое блюдо, которое можно подать как на семейный обед или ужин. Так, в принципе, можно приготовить и для гостей. и, что немаловажно, очень хорошо и удобно брать на работу. Ну, все. Кушайте, готовьте. Приятного аппетита и до новых видео. Пока-пока, Ваша Елена Воскресенская. Субтитры создавал DimaTorzok